Торжественные мероприятия в честь профессионального праздника пожарных прошли в Южно-Сахалинске. Сотрудников и ветеранов службы поздравляли и награждали в киноконцертном зале «Октябрь». Подробности у Дмитрия Зелинского. Главными посетителями выставки пожарной техники и обмундирования стала детвора. Машины и мотоциклы, боевки и рукава, сеня и живой огнетушитель – было что потрогать и с чем сфотографироваться. Многие гости мероприятия мечтают быть спасателями. Обычные школы мне не нравятся, там все по-обычному. А вот в Кадетске я хотелся научить маршировать как настоящий солдат. А у тебя кто-то есть в роду пожарные, МЧСники? Ну, мой прадедушка был пожарным, он был подполковником. Папа им очень сильно гордился. Торжество в октябре начали с танцевального номера под композицию с символическим названием «Поджигатель». Отличившимся пожарным вручили ведомственные и региональные награды. Оскадулин Денис Васильевич. Старший инструктор по вождению пожарной машины. Водитель 1-й пожарных посадеблей части 1-го разряда по охране города Южно-Сахалинска. Пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы главного управления МЧС России по Сахалинской области. На Сахалине с огнем борются несколько тысяч человек. Они трудятся в частях и на постах федерального и областного подчинения, в авиалесоохране и РЖД. Каждый день на дежурство в городах и селах заступают более полутысячи бойцов. В постоянной готовности находится 151 единица техники, в том числе 4 пожарных поезда. Хочется пожелать всем ветеранам и сотрудникам пожарной охраны добра, счастья, мирного неба над головой, ну и по традиции сухих рукавов. С праздником, друзья! Огнеборцы в России отмечают профессиональный праздник 30 апреля. В этот день царь Алексей Романов принял наказ о городском благочинии. Он заложил основы профессиональной пожарной охраны. Дмитрий Зелинский, Александр Тютюников, Владимир Скрипкин, Солнце ТВ.